Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы говорили о том, как Моисей вступился за народ, согрешивший пред Богом. Пока вождь израильского народа находился на горе Синай, израильтяне сделали себе золотого тельца и поклонялись ему вместо Бога. Поэтому народ подвергся наказанию, и Бог назвал его народом жестоковыным, то есть непокорным и упрямым. И все же Бог не оставляет свой народ. Благодаря заступничеству Моисея, который мог видеть славу Бога, он обновляет свой завет с народом. 34 глава книги «Исход» начинается с повеления Господа сделать новые каменные скрижали, на которых будет запечатлен закон Божий. Итак, Моисей с каменными скрижалями в руках поднимается на гору Синай. Давайте вместе с доктором Мак Ги проследим за дальнейшими событиями. Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Я читаю 6 и начало 7 стиха из 34 главы этой книги. В них мы продолжаем знакомиться с тем, как Господь открыл Моисею свое имя и Егова, и о том, как Моисей, а с ним и остальные израильтяне еще ближе познакомились с личными качествами Бога. И прошел Господь пред лицом его и возгласил «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания». Бог милостив, Он не закрывает глаза на виноватых и не говорит «Ладно, я прощаю тебе этот грех». Грех должен быть обязательно наказан. За грех всегда надо платить. Бог не оставляет без наказания виновных, но как Он может в то же время оставаться милостивым и прощать несправедливость? Дело в том, что за грехи людей необходимо принести жертву. Жертвы, которые приносил тогда Израиль, не искупали грехов, но указывали, что когда-то, в будущем, будет принесена совершенная жертва. Господь Иисус Христос придет на землю и покончит с грехом посредством своей смерти на кресте. А вот окончание седьмого стиха, свидетельствующее еще об одном качестве Бога. Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Всегда полезно помнить о том, что, совершая грех сегодня, вы оказываете пагубное влияние на ваших детей, внуков, правнуков и праправнуков. Когда я учился в колледже, я посещал специальный курс по психическим заболеваниям. Дело в том, что сама психология была моей второй специальностью. Я чуть не поступил в аспирантуру по этой специальности. Так вот, однажды мы посетили психбольницу в Оливере, штат Теннесси. Мы повидали там немало людей с различными психическими отклонениями и заболеваниями. Посмотрев очередную группу больных, мы спросили доктора, который вел нашу группу, о причине всех этих тяжелых заболеваний. Доктор ответил просто. Все дело в грехах их отцов или дедов, а может и прадедов. В Нэшвилле один доктор взял меня однажды утром в больницу на операцию. Он должен был оперировать нескольких слепых детей в надежде, что этим хотя бы частично восстановит их зрение. — Отчего они ослепли? — спросил я доктора. И он ответил мне. — Это все грехи их родителей. Так что, поверьте мне, друзья мои, нельзя безнаказанно нарушать законы Бога. Бог не меняется, как не меняются его законы. Но, слава Богу, он сохраняет милость в тысячи родов и прощает вину. Обратившись к нему, мы всегда найдем милосердный прием. Прочтем теперь восьмой и девятый стихи. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет, Владыка, посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием твоим». В четвертый раз израильтян называют жестоковыенными. Надеюсь, что уж теперь вы точно поняли, что Бог спас народ Израилев вовсе не потому, что они были лучше или покладистее всех остальных, умнее или богаче, или потому, что столько ему наобещали. Нет, они были жестоковыены, то есть очень упрямы. Прочтем теперь десятый стих. «И сказал Господь, «Вот я заключаю завет, пред всем народом твоим соделую чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Слово «страшно» буквально означает то, что внушает страх. Страшным будет тот щит, которым Бог собирается окружить и защитить свой народ. Не сделай Бог этого, враги немедленно уничтожили бы израильтян. Теперь прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хиттеев, Ферезеев, Еввеев и Иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для тебя». Бог обещает изгнать из обетованной земли всех врагов народа Израилева, и делает это Он уже в третий раз. Бог также предостерегает израильтян, чтобы они ни в коем случае не вступали в союз с жителями этой земли. Когда гаванитяне пришли к Иисусу на вину, а об этом мы будем читать в книге Иисуса на вина, они обманули израильтян. Они сделали вид, что пришли издалека, а в доказательство показывали всем черствый засохший хлеб. Так почему Бог не желал, чтобы Израиль вступал в союзы с жителями земли Ханаанской? Да потому что такие союзы оказались бы ловушкой для израильтян, и они очень быстро скатились бы обратно в идолопоклонство. Прочтем теперь тринадцатый и четырнадцатый стихи. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите сверщенные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель». Он – Бог Ревнитель. Он – Бог Ревнитель, и не хочет делить свою честь и славу с лживыми и ненастоящими богами. И совсем не надо извиняться или сожалеть от того, что Бог ревнив. Однажды я слышал, как одна женщина говорила, «А мой муж меня совсем не ревнует». Она, собственно, не просто говорила, она хвасталась этим обстоятельством. Мне же кажется, что если муж не ревновал ее, то значит, он и не любил ее. Кого бы вы не любили, вы обязательно ревнуете других к этому человеку, то есть вы попросту не желаете делить его ни с кем. Да, конечно, ревность может быть чрезмерной, злобной, а потому греховной, но речь сейчас не об этом. Когда любишь человека, то заботишься о нем и бережешь его. Прочтем теперь стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Богов в земле Ханаанской было очень много. Жившие там люди вели себя настолько морально, что Бог потребовал от Израиля держаться подальше от таких людей и не заключать с ними никаких союзов. Израиль должен был либо совсем уничтожить их, либо прогнать из этой земли. Многие критики осуждали и продолжают осуждать такие жесткие меры. Они, наверное, толком и не рассматривали основания для такого решения. Конечно, прежде всего, и это совершенно ясно, Бог защищал свой народ от ужасов и долопоклонства. Но есть еще одна причина. Сегодня известно, что Ханаан охватывали настоящие эпидемии венерических заболеваний. И Бог пытался защитить свой народ от этих страшных болезней. Израиль не повиновался, не выполнил всех указаний Бога и не очистил землю Ханаанскую полностью от всех ее обитателей, за что и поплатился впоследствии. Как мы знаем, израильтяне оказались в вавилонском плену. Теперь давайте вновь обратимся к 34 главе и прочтем 18 стих. «Праздник опресноков соблюдай. В семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяцев Авива, ибо в месяце Авиви вышел ты из Египта». Бог готовит Израиль к заселению земли Ханаанской и вновь провозглашает заповеди о праздниках и субботе. Теперь прочтем 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой предлецо владыки Господа Бога Израилева». Затем Бог дает подробные инструкции и указания о том, что народу Израилеву можно делать, а чего делать нельзя. Прочтем 25 и 26 стихи. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари, козленка, в молоке матери его». В очередной раз мы видим, что у израильтян на первом месте должен быть только Бог. Кроме того, им запрещается варить козленка в молоке его матери, то есть совершать противоестественные поступки. Прочтем теперь стихи с 29 по 35 до конца главы. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Теперь мы переходим к изучению тридцать пятой главы книги Исход. В ней мы узнаем о субботе, о приношениях для Скини, о том, как Веселиил и Агалиаф были призваны работать над созданием Скинии. Вначале давайте прочтем о том, как Бог вновь уже в третий раз провозглашает субботу. Это стихи с первого по третий. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, «Вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Господь настаивает на том, что первая причина существования и соблюдения субботы состоит в том, что субботы соблюдались в момент сотворения мира. Бог ведь отдыхал в седьмой день сотворения, в субботу. Но по мере того, как человек стал уходить от Бога, своего Создателя, он начал уходить и от Его закона. И наступил день, когда все человечество перестало признавать Бога и стало поклоняться творению. Люди перестали соблюдать субботу. И вот теперь Господь говорит, что суббота – это особый знак, символ единения Его с народом Израиля. Правила, которые теперь провозглашает Бог, прежде всего предназначены для Израиля. И они должны выполняться прежде всего в земле обетованной. Если замечали, что кто-то работал в субботу, то этого человека побивали камнями. Сегодня, однако, нашему нынешнему обществу было бы не выжить, если бы хоть кто-нибудь не работал по субботам. Допустим, кочегарам было бы запрещено топить дома по субботам. И что бы делали люди на Крайнем Севере? А Бог установил законы, которые предназначались специально для земли, в которой жил Израиль. Прочтем теперь о приношениях для скиния. Начнем с 4 и 5 стихов. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, «Вот что заповедал Господь! Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу в золото, в серебро, медь». Приношения эти для строительства скинии были добровольными. Никто не заставлял израильтян ничего нести. Эти приношения не десятина, а добровольное пожертвование. Кроме золота, серебра и меди, они могли бы также нести и другие вещи. Теперь прочтем стихи с 6 по 9. Шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараний красной и кожи синей, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений. Камень оникс, и камни вставные для ифода, и наперстника. Все это израильтяне могли жертвовать на строительство скинии. В те годы еще не существовало денег. Был лишь натуральный обмен барта. Вот поэтому израильтяне жертвуют на дело Господа в самые разные вещи и предметы, а не деньги. И сейчас люди могут таким же образом служить Господу. Несколько лет назад в Сан-Диего один человек пожертвовал нашему радио два отличных магнитофона. Они оказались очень ценными, и самое главное, он дал их нам как раз в тот момент, когда они были действительно нужны. Часто задают вопрос, откуда у народа Израиля во все эти вещи и материалы для скинии, когда в Египте они были рабами. Но вспомните, что Бог сказал, что они выйдут из Египта с огромным богатством. Он позаботился о том, чтобы они получили всю задолженность по зарплате. А египтяне были так довольны, что израильтяне наконец покидают их, что отдавали им все, что те просили. Вот так у Израиля и оказалась значительная часть сокровищ Египта. Теперь мы прочтем о том, как Весельила и Агалиава призывают на работу по строительству скинии. Вот 30 и 31 стихи. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Весельила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. То есть Весельил обладал способностями, необходимыми для того, чтобы создать все необходимое для скинии. Прочтем 34 стих. И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахиса Махова из колена Данова. Кроме того, как видим, Бог дал Весельилу и другую способность, а именно способность передавать свои знания и умения другим. Теперь прочтем 35, последний стих этой главы. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Скиния была прекрасным сооружением, настоящей жемчужной пустыни, хотя и занимала немного места. Подсчитали, что на ее строительство ушло материалов на 5 миллионов долларов. Она была поистине бриллиантом Бога, и это был образ Его Сына Иисуса Христа. Начинаем изучать 36 главу книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как работникам приносят приношения, как ограничивается щедрость приносящих, как делаются покрывала, а также специальная завеса для входа в Скинию. Итак, мы возвращаемся к Скинии. Мы уже прочли все указания по ее строительству, и вот теперь мы посмотрим, как идет само строительство, которое следует этим указаниям. Точное выполнение всех предписаний необходимо, потому что Скиния – это нарисованный Богом портрет, открывающий Христа нашему взору. Прочтем первый стих. И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь делать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Все члены этой, выражаясь современным словом, бригады, в которой, по всей видимости, насчитывалось немало народу, встроят Скинию с мудростью и разумением, данными Богом. Руководит всеми Веселиил. Считаем далее второй стих. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. Обратите внимание на одно обстоятельство, очень важное и неотъемлемое в работе Господа. Если вы оказываетесь вынуждены служить Господу, то есть, если вы служите Ему неохотно, то тогда лучше не служить. Богу все равно нет толку от такого служения. Заметьте, когда строят Скинию мастера, которые создают прекрасные предметы искусства, в данном случае обстановки интерьера, которые будут использованы в служении и поклонении Господу, для них это не работа. И это не те люди, которые то и дело с нетерпением смотрят на часы, ожидая окончания рабочего дня. Они не вступают в профсоюзы, чтобы бороться за свои права. У них нет нормированной рабочей недели с определенным количеством рабочих часов. Строительство Скинии для них вовсе не повинность. Оно им совсем не в тягость. В прошлом они уже были рабами, и вот они снова в рабстве, но на этот раз по своей воле. Работа полностью поглощает их сердце. Только так мы можем и должны нести служение Богу. В следующей передаче мы продолжим разговор о строительстве Скинии. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Бог обновил свой завет с народом израильским после его грехопадения. Интересно, что лицо Моисея сияло, когда он возвращался с горы Синай, неся новые каменные скрижали. И сияло оно потому, что Моисей разговаривал с Богом. Давайте задумаемся, как отражается общение с Богом на нас с вами. Бывает ли результатом этого общения то особое состояние, которое невозможно скрыть от глаз окружающих нас людей? Библия называет Моисея другом Божьим, потому что Бог говорил с ним лицом к лицу. Он явил свою славу Моисею и назвал свое имя Иегова – Господь, что значит «Бог человеколюбивый, и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Бог истинный, прощающий преступления и грех, но не оставляющий без наказания. Интересно, что наказание Божье распространяется до третьего и четвертого рода, а милость его – до тысячи родов. И, наконец, сегодня мы говорили о начале строительства Скинии. К этой работе были призваны те, кого Бог наделил мудростью и разумением, а также способностью учить других. В следующей передаче мы узнаем, как происходило строительство Скинии. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю – 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте – Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлим всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»